В нынешнем году мы отмечаем великое событие. Исполняется 70 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. А в феврале праздновалась еще однозначная дата – 71-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Множество мероприятий посвящено этому событию. Одно из них состоялось и в городе Энгельсе Саратовской области. Эту песню воспитанники воскресной школы при Покровском храме Покровска исполняют для блокадников, проживающих в городе Энгельсе. Эти люди, выжившие в осажденном Ленинграде, каждый год собираются и отмечают годовщину прорыва блокады. 900 дней и ночей, около 3 миллионов жителей, 125 граммов хлеба в сутки на человека. Несмотря на голод и холод, работающие заводы. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллиона человек. 97% умерли от голода. Жители Ленинграда, выдержавшие самую длительную и тяжелую в истории человечества блокаду, совершили подвиг, говорит отец Сергий. Именно блокадники, наверное, показали и показывают до сих пор своим примером мужества, наверное, которое, наверное, так не хватает сейчас современному обществу и церковь. Всегда видят в них колосс вот такой вот стойкости, которые в прошлые века являли себя мученики, страдальцы за веру христовыми. Вот так выглядел блокадный хлеб. В нем 40% добавок. Древесная кора, жмых, отруби. Алла Михайловна Клеменова – председатель секции блокадников Ленинграда, городского совета ветеранов Энгельса и Саратовской области. Ей было 7 лет, когда началась война. Сегодня она активно посещает школы и вузы, каждый год проводит до 60 встреч с молодежью, рассказывает о жизни в осажденном городе. В 42-м году Аллу Михайловну эвакуировали из Ленинграда. Покидая осажденный город, она видела, как затонул соседний пароход с детьми. После этого начала писать стихи о блокадном детстве. Да, мало было хлеба, света, игрушек, праздников, конфет. Мы рано выучили это безжалостное слово. Нет, так жили мы, не зная сами, чем обделила нас судьба. И материнскими глазами в глаза смотрела нам страна. Мы были бережно хранимы ее надеждой в горький час. И свет, и соль земли родимой, и золотой ее запас. Есть версии, что руководство страны все же рассматривало возможность сдачи города. Но Ленинград был стратегически важен для Советского Союза. Если бы его сдали, то войну, скорее всего, бы проиграли, считает ветеран Великой Отечественной войны Сергей Александрович Горский. Город нельзя было сдавать. Если бы мы сдали город, Питер, то мы бы открыли дорогу на сторону Урала. Там особых позиций защитных у нас не было. Они бы смогли наносить удар на север, отрезать порты северные, через которые союзники нам помогали. И удар правого фланга с тыла по Москве. Сергею Александровичу Горскому 91 год. Он защитник блокадного Ленинграда. Фронтовик признался, ему только 10 лет назад перестали сниться бои. Сегодня он член Союза писателей России. Пишет книги о войне. Немало теплых слов ветеран говорит в адрес Покровской епархии. Благодарит за то, что в епархии активно занимаются духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. Просит передать владыке Пахомию свою книгу. В Саратовской области проживают 242 блокадника. Из них 35 в Энгельсе. Сегодня все выступающие желают им долголетия и здоровья. Просит выступать перед аудиториями, делиться своими воспоминаниями, чтобы молодежь знала правду о войне.